Разберем таких вот клинических случаев, несколько примеров. Посмотрите, индекс ПАСИ 18,2 у пациента до начала терапии, назовем его пациент Z. Проявление на коже, проявление на руках у него носит вот именно такой характер. Проявление на ногах, волосистой части головы. И этот же пациент только со спины, но уже перед второй инъекцией препарата. И мы видим уже улучшение по индексу ПАСИ. Смотрите, локтевые сгибы, какие улучшения по волосистой части головы. И вот третья инъекция препарата. Значительное улучшение клинической картины, улучшение по индексу ПАСИ. Что коллеги не может не радовать. Посмотрите, тщение процесса с волосистой части головы. И вот этот же пациент, думаю, что некоторые даже его и не узнают, этого пациента. Но вот такие вот заметные улучшения у него есть. Следующая пациентка. Пациентка С перешла на препарат с нетокимап с Казентикса. Там было... Она закончила терапию, но, к сожалению, было уже ускользание эффекта. До начала лечения индекс ПАСИ 16,2. Пациентка, кожный процесс вид со спины. И вот после первой инъекции препарата, посмотрите, улучшение клинической картины, улучшение по индексу ПАСИ, вид со спины. После второй инъекции нетокимапа значительное улучшение. Мы наблюдаем у этой пациентки по клинической картине. Одно слово еще по иммуногенности. Почему одно слово? Потому что только у одной пациентки, которая получала нетокимап, на 12 недель были обнаружены связывающие антитела к нетокимапу. Это интересная тема в клинических исследованиях, интересное направление. Сейчас мы находимся в клиническом исследовании по адельмумабу. И каждому пациенту до начала терапии проводим анализы на наличие антител. И доходу этой пациентки, у которой были обнаружены связывающие антитела к нетокимапу, они были обнаружены однократно на 12 неделе и уже на 52 неделе эти антитела исчезли.